В современном кинематографе просто огромное количество актеров разной степени таланта. Как правило, актеры, которые засветились в крупной роли у хорошего режиссера, потом еще долго не сходят с экранов. Но иногда бывает и совершенно наоборот. Отличные актеры, которые исполняли главные роли в культовых фильмах, внезапно пропадали с экранов и о них практически ничего не известно. Сейчас взглянем на несколько действительно шикарных актрис, которые не только были невероятно популярны, но и могли стать кумирами поколения. Если бы не пропали из мира кино на самом пике своей славы. Один, Эми Смарт, звезда фильмов, дорожное приключение, трасса 60, эффект бабочки, адреналин, буквально выстрелила на экранах в начале нулевых. Предложения о работе шли наперебой от самых профессиональных режиссеров. И актриса плодотворно снималась на протяжении нескольких лет, а затем также стремительно пропала. Всему виной ее разногласия с продюсерами влиятельных кинокомпаний. В конце нулевых актрису задвинули на второй план и больше не предлагали стоящих роей. Сегодня она периодически появляется в сериалах разной степени свежести. 2. Шеннон Элизабет, звезда «Американского пирога» и ряда других молодежных комедий была на волне популярности в самом начале нулевых. Какое-то время она активно снималась и работала моделью, но вскоре сама начала отказываться от предложений. Актриса устала от своего привычного образа, а роли «умных» героинь ей никто не предлагал. Впрочем, она с лихвой компенсировала эту несправедливость в реальной жизни и стала профессиональным игроком в покер. Раз в несколько месяцев она прилетает в Лас-Вегас и обчищает до нитки местных богатеев. 3. Элли Лартер, главная героиня серии фильмов, пункт назначения, моментально стала известна после успеха первого фильма. После было еще несколько значимых ролей, среди которых роль Клэр Ридфилд в экранизации видеоигры «Обитель зла». Тем не менее, при таком ярком старте ей не удалось заинтересовать режиссеров и ее карьера стремительно потухла. Сейчас она иногда появляется в дневных телесериалах. 4. Миша Бартон. В свое время эту актрису называли «самой красивой молодой актрисой Голливуда». Наиболее известной ее работой является главная роль в молодежном сериале «Одинокие сердца». Сериал стал настолько популярен в мире, что даже транслировался по ТВ в странах СНГ. Внезапная популярность и признание как следует скружили голову молодой актрисе. Еще снимаясь в сериале, который сделал ее звездой, она отправилась во все тяжкие. Как следствие разрушения карьеры и полное отсутствие перспектив. Но, судя по интервью актрисы, недавно она начала вести переговоры о съемках в неком сериале в 2021 году. 5. Хилари Дафф. Одна из звезд «Диснея» была обречена пойти по стопам других диснеевских звезд, таких как Бритни Спирс и Джастин Тимберлик. После огромного успеха подросткового сериала «Лиззи Магуайр», одноименного фильма и музыкального альбома все карты были на руках. Но она сама решила избрать другое направление и ушла в независимое кино. Без продвижения мегакорпорации, Дисней, актриса и певица быстро потеряла внимание поклонников. Сегодня она занимается бизнесом в сфере производства косметики и товаров для детей. 6. Джессика Альба. В начале нулевых актриса была невероятно популярна. Но что более важно, она не была замечена ни в каких скандалах и пользовалась уважением среди режиссеров, как профессионал. После нескольких десятков успешных фильмов, находясь на самом пике популярности и востребованности, актриса решила посвятить все свое время семье. Помимо этого она плотно занялась бизнесом в сфере производства экологичных товаров. Стоимость ее личной компании уже достигла одного миллиарда долларов. 7. Кармен Электро. В начале позапрошлого десятилетия она очень часто появлялась на обложках мужских журналов и в рекламе дорогих брендов. Что и открыло ей дорогу в кинематограф. Правда, практически каждое ее появление соответствовало ее имиджу. Чего только стоит роль в пародийном фильма, очень страшное кино. Тем не менее, свою популярность она получила. А затем быстро пропала не только из кино, но и модельного бизнеса. Сегодня она занимается благотворительностью и является одним из учредителей и активным членом нескольких фондов помощи людям с различными заболеваниями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!